В эфире игра «Ума. Палата. Отборочные игры». Наша викторина не претендует на научность, но на интеллектуальность, несомненно. По всему вопросу, в какой области науки не вручается Нобелевская премия. Это первый вопрос, который я адресую нашим игрокам. А пока что познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Куприанов Алексей, безработный. Здравствуйте, меня зовут Алексей Иванина, я студентка из сферы СФУ. Нина, мы знаем, что вы хотели попасть на нашу игру. Откуда это желание? Я с самого детства очень любила программы такого рода. И когда я узнала, что у нас проводится такая программа, мне очень сильно захотелось. Но вы игру хоть посмотрели? Да, я все выпуски посмотрела. И как? Чудесно. Как вы думаете, игроки с каким ощущением уходят от нашей игры? Наверное, они испытывают стыд. А вы не боитесь? Боюсь, конечно. Алексей, вопрос о Нобелевской премии я адресую вам. В какой области науки не присуждается эта награда? Математика. Откуда такая уверенность? Из популярного заблуждения. Почему Альфред Нобель ненавидел математиков? Ага, ну хорошо. А в какой области знания вы чувствуете себя уверенно? Ммм, ни в какой. Ни в какой? Вы учились вообще? Да, учился. А почему вы безработный? Это очень философский вопрос на самом деле. Тем не менее, ваш ответ, конечно же, правильный. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей. Верно ответив на 20 вопросов во всех трех раундах. А пока что перед вами находится черный ящик, в котором два шара, красного и синего цветов. Вам необходимо одновременно вытянуть эти шары. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет отвечать первым на вопросы первого раунда. Приступайте. Ну, уже бесполезно искать любой шар. Ага, легко же вы сдаетесь, Алексей, понятно. Нина, вы будете отвечать первой на вопросы первого раунда. А пока что верните шар на место, и мы будем начинать. В игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд пройдет игрок, набравший наибольшее количество баллов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится две минуты. Игроки отвечают по очереди. Первой начинает Нина. Итак, первый раунд. Нина, как называется наука изучающая строение функций человеческого организма? Анатомия. Верно. Алексей, какого цвета кожи белого медведя? Чертного. Верно. Нина, какая писательница вы посетила детективов про Евлампию Романова и Дашу Васильеву? Данцово. Верно. Алексей, в каком произведении вы могли это прочитать? Вам Петрович увел в жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишивств. Никогда не скучался мне видеть его на веселек. Женскому он уже полуимел. Он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая. Мудрый пескарь? Пушкин, поезд и Белкина. Нина, чего начальника зовут просто М? Пас. Джеймса Вонда. Алексей, первая женщина-космонавт? Валентина Терешкова. Верно. Нина, что дало название одежды худи? Пас. Капюшон. Алексей, какова максимальная разница величин двух вертикальных углов? 180. Они равны. Нина, где в июне 2020 года побывала Кэтрин Салливан, первая американка, вышедшая в открытый космос? На Луне. На дне марсианской впадины. Алексей, чему равна биолентность водорода? Один. Верно. Нина, за рекламу в Российском обществе добровольного воздушного флота в 1920-х годах отвечали три известных деятеля искусства. График Роченко, художник Малевич, а кто третий? Пас. Маяковский. Алексей, на высоте скольких метров расположена вершина Эльбруса? Выше 7 тысяч метров. 5 642. Нина, в скольких странах на 2023 год официальной валютой является евро? 23. 19. Алексей, кто на 1% короче вечером, чем утром? Человек. Верно. Нина, как звали героини сказки Андерсона Дикий Леведи, который шил за своим братьям рубашки из крапивы? Пас. Элизна, Алексей, какова валюта Кыргызстана? Сом. Верно. Нина, у какого животного могут быть зубы длиннее половины тела? Нет, пас. Нарвал. Алексей, какой остров, как остров Сейлон стал называться 1972 года? Сайгон. Шри-Ланка. Нина, сколько часовых поясов пересекает Транссибирская магистраль? 9. 8. Алексей, какого моря умывает берега Нидерландов? Северное. Верно. Нина, какое животное почти всегда рождает близнецов? Что? Пас. Броненосец. Время вышло. Общая статистика первой игры следующая. В течение первого раунда я задал вам 21 вопрос. При этом Нина дала 2 правильных ответа, Алексей 6. Нина, начнем с вас. Откуда такое неуемное желание попасть в нашу игру и откуда такой провал? Провал может быть всегда. А как я объяснила, мое желание было в том, чтобы... Опозориться. Можно и так сказать? Понятно. Алексей, вернемся все-таки к философскому вопросу. Почему вы не работаете? Ну, я в поиске работы. В поиске? Последний раз когда работали? Ну, недели три назад. Понятно. То есть вы безработный на данный момент? Да. Откуда знания? Базовая школа. Как учили в школе? Хорошист. Какая школа? Сха-гимназия. Понятно. Переломный момент. Алексея, вы получили преимущество. Теперь вы будете отвечать первым на вопросы второго раунда. Переход хода во втором раунде происходит после ошибки игрока. Это означает, что если вы будете всегда давать правильные ответы, у Нины не будет возможности ответить ни на один вопрос. Алексей, какая ты несыска получила в произвыще кричащая золушка? Мария Шарапова. Верно. Алексей, как называется детеныш Бизона? Пас. Деленок. Нина, у какого животного язык длиннее хвоста? Господи, пас. Хамелеон. Алексей, какой химический элемент назван в честь Кипра? Медь. Верно. Алексей, кто был первым императором Рима? Рому. Август. Ой. Нина, именем какого французского императора назван торт? Наполеон. Верно. Нина, чем бабочки ощущают вкус пищи? Ногами. Верно. Нина, какая башня была признана высокой башней в мире в 1889 году? Эфилева. Верно. Нина, как древние греки назвали западный ветер? Зефир. Верно. Нина, назовите самый крупный по площади район Улус и Якутии. Оленев. Верно. Нина, какая пустыня земли самая большая? Сахара. Антарктическая. Алексей, какие рептилии способны менять цвет? Хамелеоны. Верно. Алексей, сколько градусов составляет угол, от сторон которого отложены деления на шкале транспортира? Ноль. 180. Нина, что причислено к изобретениям Попова? Радио. Верно. Нина, театр, по мнению Станиславского, начинается? Вешалки. Верно. Нина, раньше этой цифры не существовала, она обозначала знаком припинания, что это за цифра. Ноль. Верно. Нина, кто отменил крепостное право? Александр Второй. Верно. Нина, за какое произведение Бунин получил Нобелевскую премию? Чемные аллеи. Жизнь Арсеньева. Алексей, при каком царе в России началось книгопечатание? Иван Третий. Иван Четвертый. Нина, какая птица была домашней на первой? Курица. Гусь. Алексей, куда девается душа, когда ей бывает страшно? Пятки. Верно. Алексей, когда приняли Конституцию Российской Федерации? 1991. 93. Нина, главное орудие хоккеиста это? Клюшка. Верно. Нина, кто в произведении выпустил хотабу через кувшина? Волька. Верно. Нина, назовите море в Северно-Ледовитом океане, который не замерзает. Варенцево. Верно. Время вышло. Второй раунд завершен. Нина, как вы считаете, хорошо отыграли? Лучше, чем в первом. Что вам помогло? Не знаю. Лучшие вопросы, которые я знала. Например? Кто выпустил хотабуча? Хорошо. Алексей, скажите, почему вы сыграли хуже? Это очевидно, что вы хуже сыграли. Ну, не знал ответы банально. Теперь сухие цифры. Во втором раунде вам было задано 25 вопросов. При этом Алексей дал 4 правильных ответа. Нина, 12. Браво. Это, несомненно, рекорд нашей игры. Впервые игрок набирает 12 баллов в одном единственном раунде. Что вам помогло? Все-таки в чем секрет? Много смотрели наших передач? Да. Хорошо, комплимент принят. Итак, Нина проходит финал игры «Ума. Палата». Ну, а что же вы, Алексей, что можете пожелать Нине? Выигрыша, конечно. Ну, а мы вам желаем хорошей работы. Усилуйтесь, пожалуйста. Спасибо. В школе вы хорошо учились? Вот, хорошо тоже. А сейчас? Не спрашивайте. Понятно. Ну, что же, будем надеяться, что ваши преподаватели за вами сегодня не смотрят. Хорошо. Будем переходить к третьему раунду. Нина, ровно одну минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, по итогам всех раундов у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз нашей игры – 100 тысяч рублей. Напоминаю, что этот большой куш вы сможете выиграть в конце нашего телесезона. Как называются разделы из заказаний, изучая часть речи и их грамматические признаки? Морфология. Верно. Какой русский князь принял смерть от своего коня? Олег. Верно. Какая страна первой запустила спутник? СССР. Верно. С кем хочет потанцевать девушка в известной советской песне? Младший лейтенант. Верно. Какие планеты солнечной системы вращаются в направлении в противоположном земле? Венера. Перу и Уран. Сколько раз забрасывал невод в море старик из сказки «Рыбаки» о рыбаке-рыбке? Три раза. Верно. Кто автор повести Крейдерово-Соната? Пас. Лев Толстой. Что такое удар в молоко? Пас. Удар в уши ворот. Что длиннее, морская милия или географическая? Ой, морская. Географическая. Какой элемент обозначается химическим символом СН в периодической таблице? Селен. Олова. Из какого зерна делается японский спирт саке? Рис. Верно. Как в языке знаний называется общая часть родственных слов? Корень. Верно. Что противоположно материи? Не вспомню. Пас. Антивещество. Сколько штат в Австралии? Австралии? Семь. Шесть. Какого цвета майку носил лидер в белогонке? Желтый. Верно. Как зовут художника, который продолжал работать, несмотря на тяжелый артрит? Пас. Ер Ренуар. Время вышло. Нина, какие ощущения от третьего раунда? Как оцениваете свои силы? На многие вопросы я бы могла вспомнить ответ, но на это бы ушло слишком много времени, поэтому я пропускала их. Вы набрали 20 баллов? Я не читала. Итак, за время игры я задал вам 17 вопросов, и вы мне дали 9 правильных ответов. Это означает, что в последнем решающем раунде вы смогли пополнить копилку своих верных ответов до 20, поэтому я буду ждать вас в финале нашей телевизионной игры «Ума. Палата», о котором мы оповестим вас, конечно же, дополнительно. Хорошо. Нина, наши поздравления. Спасибо. Каковы ваши ощущения? Вы редкий участник, который добирается до следующего этапа. Я в восторге. Во-первых, исполнилась моя мечта, а во-вторых, я смогла набрать необходимое количество баллов. Даже не спрашивайте, я пойду праздновать сегодня. Ну что же, Нина, можете ли вы дать какой-то совет будущим нашим участникам, которые хотят повторить ваш успех? Пересмотреть все передачи? Пересмотреть все передачи. Ну хорошо. Этого мы и желаем нашим зрителям смотреть нашу передачу, нашу игру «Ума. Палата». Ну а вам не говорю прощать, я говорю до свидания. До свидания. Это игра «Ума. Палата», где встречаются умные и удачливые люди, которые способны выиграть 100 тысяч рублей. Ну а пока что продолжим знакомиться со следующими игроками. Это игра «Ума. Палата». Раз уж мы начали нашу викторину с вопросов о математике, есть смысл продолжить. Итак, вопрос. С какого числа начинается ряд простых чисел? Это вопрос, который я адресую нашим следующим игрокам. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Меня зовут Яковлев Михаил. Я учитель 15-й школы города Якутска. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Егоров. Я студент геогрозаведочного факультета СВФУ. Михаил, какой предмет преподаете? Историю и общество знания. Несмотря на это, я хочу адресовать вам вопрос о математике. Все-таки с какого числа начинается ряд простых чисел? Очень зря, что мне. Наверное, с единицы. Наверное, с двойки. Сами как учились в школе? Плохо. С математикой особенно? Да. Какой предмет давался вам лучше всего? Как? Наверное, легко угадать. Историю и общество знаний. А кроме? Ну, наверное, географию более-менее любил. Ну, посмотрим, попадутся ли нам вопросы из ваших любимых областей знания. Валентин, мы знаем, что вы в том числе играете в различные квизы. Как вы думаете, пригодятся ли вам знания, которые вы обычно применяете в игре в квиз? Надеюсь, помогут. Очень сильно это надеюсь. Какая тема вам близка? Больше математика, наверное. Примерно. Технически. То есть вопрос из области математики следовало адресовать вам? Наверное. Понятно. Хорошо. Игра сегодня покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей. Верно ответив на 20 вопросов во всех трех раундах. А пока что перед вами находится черный ящик, в котором два шара красного и синего цветов. Вам необходимо одновременно вытянуть эти шары. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет отвечать первым на вопросы первого раунда. Приступайте. Михаил, вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. Верните шары на место, и мы будем начинать. Итак, в игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по итогам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится две минуты. Игроки отвечают по очереди. Начинает Михаил. Итак, первый раунд. Михаил, сколько грамм в одном килограмме? Тысяча. Верно. Валентин, почему бегут пешеходы неуклюжие? По лужам. Верно. Михаил, на чем летал механзу? Пас. На ядре. Валентин, это часть организма есть у многих морских обитателей, кроме акулы. О чем речь? Балатинный пузырь. Верно. Михаил, в грамматике этой страны все существительные должны писаться с большой буквы. Назовите страну. Пас. Германия. Немецкий язык. Валентин, какого моллюска три сердца? Пас. Осьминог. Михаил, какая птица откладывает самые большие яйца в мире? Страус. Верно. Валентин, какой металл жидкий при комнатной температуре? Ртой. Верно. Михаил, какие животные держатся за руки, когда спят, когда едят и когда отдыхают? Пас. Выдоры. Валентин, страна, где пиво не подлежало регулированию как алкогольный напиток до 2011 года? Германия. Россия. Михаил, какое морское животное чует кровь, расстроенную в пропорции 1 литр? Акула. Да, верно. Валентин, в какой части света расположен самый маленький океан в мире? Валентин. Пас. Арктика. Михаил, в какой стране частично расположена самая высокая гора в мире? Непал. Верно. Валентин, сколько существительных предложений кроли побежал в столовую и съел большой салат? Три. Верно. Михаил, какой зверь занимает третье место по величине после слональной срога? Пас. Гиппопотам. Валентин, чем жираф чистит свои уши? Пас. Языком. Михаил, какой зверь может услышать мышь под футом снега? Волк. Койот. Валентин, какие ученые открыли радии? Русские. Кюри. Михаил, Бенджмин Франклин забрал громоотвод, новую конструкцию камина и этот музыкальный инструмент? Пас. Гармоника. Валентин, какой предмет одежды был изобретен французским дизайнером Луи Риаром в 1946 году? Пас. Бикини. Михаил, чем, согласно фразеологизму, пишет по воде человек, не знающий, что будет дальше? Совершенно верно. Валентин, как назовет художника-пейзажиста, который изображает морские виды? Воденист. Верно. Михаил, какой орган выглядит как губка и заполняет большую часть груди? Легкие. Верно. Валентин, французский рыбный суп из многих сортов рыбы, добавление промоцарских трав и специй? Пас. Боябец. Михаил, сколько людей в команде Water Polo? Шесть. Семь. Время вышло. Валентин, как считаете, вы выиграли у Михаила? Не знаю, не считал. Не считали? Угу. Сколько дали правильных ответов вы? Тоже не считали? Да, нет. Был сконцентрирован, поэтому как-то не считал. Понятно. Михаил, может быть, у вас счет лучше? Вроде бы пять, мне показалось. Угу. Были, как будто, но не смог из-за того, что как бы спешил и время шло. Я точно не вспомнил вопрос, но какой-то точно был, ну, в голове крутился. Понятно. Общая статистика первой игры следующая. В течение первого раунда я задал вам 25 вопросов, при этом Михаил дал шесть правильных ответов, а Валентин пять. Это означает, что во втором раунде первым будет отвечать именно Михаил. Переход хода в следующем раунде происходит после первой ошибки игрока. Это означает, что если Михаил будет всегда давать правильные ответы, у Валентина не будет возможности ответить. Михаил, как называется агротехнический прием покрытия пучей, условия коры и других материалов для защиты корней россиянин от перегрева мороза? Мочирование. Валентин, как называется совокупность лески, крючков, поплавка и грузил? Пас. Снасть. Михаил, кирпичи, изготовленные из земли, которые смешивают соломой и сушат на солнце? Пас. Саман. Валентин, как называют самые большие цветы семейства островых? Пас. Подсолнечник. Михаил, сколько рук или щупылиц у кальмара? Шесть. Десять. Валентин, пробки делают из коры этого вида деревьев? Дуб. Верно. Валентин, каала, кенгуру и валлаби являются членами этой группы млекопитающих? Травоятные? Сумчатые. Михаил, валюта России? Рубль. Верно. Михаил, исходя из идиома, что делает человек, который обиделся? Воду возит. Надувает губы. В какой части тела, Валентин, чаще всего можно найти варикозной вены? Ноги. Верно. Валентин, каким другим словом называется попок? Пас. Умболикус. Михаил, героиня какой пьесы сказала, что лицом и голосом героиня моего романа? Герой нашего времени? Горе от ума. Валентин, каким цветом обозначается горнолыжный спуск для начинающих лыжников в большинстве стран, включая Россию? Желтый. Зеленый. Михаил, как называется красная кровяная тельца? Пас. Эритроциты. Валентин, часть анатомии расположена под сердцем и легкими? Грудь. Диафрагма. Валентин, Михаил, как называется сустав, соединяющий голень со ступней? Коленный. Голеностоп. Валентин, самый большой штаб в Соединенных Штатах Америки? Пас. Аляска. Михаил, какой фрукт традиционно используется в рецепции либерпульского пирога? Лимон. Верно. Михаил, самая маленькая страна в мире? Ватикан. Верно. Михаил, кому принадлежит фраза карету-маникарету? Пас. Чацкий. Валентин, какая планета Солнечной системы медленнее всех прощается вокруг собственной оси? Юпитер. Венера. Михаил, где находятся две трети мирового производства ванили? Пас. Адакаскар. Валентин, с какой бобовой культурой производится одна шестая растительного масла в мире? Боба. Арахис. Михаил, какой фрукт вдохновил Ньютона на открытие закона всемирного? Яблока. Верно. Ответ правильный. Время вышло. Во втором раунде вам было задано 24 вопроса. При этом Михаил дал 4 правильных ответа, а Валентин – 2. Кто написал произведение «Горе от ума»? Грибоедов. Верно. Вы его читали? В школе. Почему не могли вспомнить фразу «не моего героя, не моего романа»? Ну, не знаю, но из головы вылетело. А фразу «карету-маникарету» Чацкого, который тоже герой из романа «Горе от ума»? Да, ну вот я не смог вспомнить его фамилию, потому что это было, я читал его, наверное, больше 15 лет назад. К сожалению, после не перечитывал. Понятно. Ну что же, посмотрим, горе сегодня вашему уму или все-таки хвала. А пока что, видимо, будем слушать Валентина, который проиграл в этой схватке. Валентин, почему только два правильных ответа? Ну, как-то поспешил тоже. Не знал на вопрос, на некоторые не знал ответа, конечно. Ну и вот так получилось. На некоторые вопросы реально вот знал ответ, ну, допустим, там 8-минога. Какого этого? Ну, 3 сердца знал, но почему-то сказал пас. Ладно, все с вами понятно. Студент Валентин, идите учитесь. Спасибо. До свидания. До свидания. Михаил, ровно одну минуту. Я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20 по итогам всех раундов, то у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума палата». Это 100 тысяч рублей. Какую часть лошади вы должны проверить, чтобы выяснить возраст лошади? Копыта. Зубы. Что вы получаете, когда кипятите воду? Кипяток. Пар. Сыр, ананас и помидоры являются ингредиентом гавайской пиццы. Какой ингредиент отсутствует в списке? Курица. Ветчина. Римская империя находилась на территории этой современной страны. Италия. Верно. Какой самый верхний цвет в радуге? Пас. Красный. Какой город расположен как в Азии, так и в Европе? Стамбул. Верно. Какая страна послала армаду, чтобы атаковать Англию 1500 пицц? Каня. Верно. Единственный млекопитающий, который может стоять на коленях и на всех четырех ногах? Пас. Слон. Что является третьим наиболее распространенным газом в атмосфере земли? Водород. Аргон. 77% мирового кленового сиропа производится в этом месте. Анада. Квебек. Что является обычной пищей больших панд? Бамбук. Верно. Какой итальянский город славится за своей падающей башней? Пиза. Верно. К какому типу животных относятся слоны? Пас. Рыбоядные. Какая планета наиболее близка по размеру к нашей Луне? Венера. Меркурий. Какое космическое событие было видно на ее вооруженном глазом в 1987 году впервые за 1383 года? Пролет. Сверхновая. Галик. Какое название самого высокого в мире водопада? Какое название самого высокого в мире водопада? Михель. Верно. Михаил, за время игры я задал вам 16 вопросов, при этом вы дали только 6 правильных ответов, и этого, разумеется, не хватает. Почему вы, учитель истории, все-таки провалились в нашей игре? Ну, много вопросов по разным сферам, в которых, к сожалению, я, наверное, не столь сведущий. И некоторые простые вопросы из-за того, что я, наверное, переволновался, не смог ответить. Вы мастер выставления оценок. Сколько поставите себе сегодня? Ну, если пятерка – это 20, то твердую четверку я бы себе поставил. Угу. Высоко. Ну что же, в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку верных ответов до 20, поэтому покидайте нашу игру. До свидания. До свидания. Это игра «Ума Палата». Денежный приз снова остался у меня. Он может в действительности достаться кому угодно, но уже в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова